Друзья, вот уже третий месяц мы занимаемся незаконной застройкой в микрорайоне Доронина. Мы считаем, что в этих каменных джунглях строить больше нельзя, а областные власти и муниципальные власти считают, что можно. Да, конечно же, сейчас найдены нарушения и вроде бы разрешение на строительство по одной из застроек должны отозвать. Однако власти города не предпринимают никаких реальных действий, а комитет пока не предпринимает никаких мер, чтобы они его предписание выполнили. И вот мы, например, говорим, что городские и областные власти на самом деле потворствуют застройщикам и не хотят в реальности работать. И просили Министерство жилищно-коммунального хозяйства в том числе проверить и их работу и деятельность. Однако получили следующий ответ. Министерство строительства говорит нам, что проверки органов государственной власти на этот год не предусмотрены. Ну а внеплановые проверки назначаются в случаях поступления информации о фактах нарушения законодательства Российской Федерации влекущих или могущих повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан. Мы, конечно же, считаем необходимым указать Министерству строительства то, что действительно в Вологодской области и конкретно в городе Вологде массово не соблюдаются права граждан. И вообще законодательство градостроительной деятельности нарушается повсеместно. Ведь мы много говорим о том, что у нас есть три застройки в Доронино, потому что выдано три разрешения в этих каменных джунглях. Однако, помимо этого, по всему городу выдается огромное количество разрешений на строительство на дома, где, например, не предусмотрены те же площадки для выгула собак. И ведь эти все застройки мы с вами можем перечислять. И давайте мы на них посмотрим. Вот, например, дом Новгородская 8. Он сдан буквально недавно и принят тем же самым господином Барановым, который нам отвечает о том, что все нормы, национальные стандарты у нас соблюдаются. Однако, можно прямо сказать, что у дома Новгородская 8 нет площадки для выгула собак. А, например, для обоснования снижения площади спортивной площадки они использовали стадион. Забыв только лишь один момент, что стадион должен находиться в 500 метрах, а не в километре, как они посчитали возможным разместить его. И в то же самое время он должен находиться в одном квартале. А если мы сейчас посмотрим вот по карте, то хорошо увидим, что стадион находится не просто не в этом квартале, но совершенно в другом. Через прям магистральную улицу. Или вот, дом на Карла Маркса, который строит АГЭстейт. В этом доме, прямо в суде, человек нам заявляет, что они не собираются делать площадки для выгула собак. Что делает судья Колодезный, например? Ну, судья Колодезный говорит, что все прекрасно и ничего страшного в этом нет. Ну, нет площадок для выгула собак и нет. А то, что нет общедоступной спортивной площадки, они снижают площади, ну, в этом тоже никто ничего страшного не видит. А то, что, например, в зданиях не соблюдается санитарные разрывы от окон, ну, тоже ничего страшного нет. Или вот улица Гагарина, жилой комплекс Белые Росы. На небольшом земельном участке строится два многоквартирных дома. Эти два многоквартирных дома строятся уже в плотно застроенном районе. И точно так же здесь нет, соответственно, ни площадок для выгула собак, а для снижения площади спортивных площадок используется стадион соседнего микрорайона. Идем дальше. Вот давайте посмотрим улица Засимовская Герцена. Буквально во дворе дома. Причем, кстати, с генеральным штабом, где сидят ФСУ и ФСБ, строят дом по принципу точечной застройки. Вы думаете, на этом участке возможно разместить нормальный дом или площадку для выгула собак? Ну, конечно же нет. А можно ли здесь построить спортивные площадки и детские площадки, соблюдая все нормы санитарных разрывов? Ну, конечно же нет. Идем дальше. Вот речной квартал, которым мы очень много занимались. В этом речном квартале нет точно так же площадки для выгула собак. А целиком для всего квартала не предусмотрено даже нормального количества парковочных мест и на самом деле ни детских площадок, ни норма зеленения. Чтобы их соблюдать, нужно было строить дома, ну, раза в два поменьше. Идем дальше. Вот, например, дом, автограф. 16-этажка, свечка, которая строится рядом с ТЦ Форум. Скажите мне, разве в этой многоэтажке где-то возможно соблюсти хоть какие-то нормы? Ну, конечно же нет. Они 100% там нарушаются. И при этом нет той же самой площадки для выгула собак. Зайдем в другой микрорайон. Вот, например, улица Костромская. На берегу реки Содимы строят дом. Мы рассказывали про этот земельный участок. Он был захвачен чиновником Макариным. Вы думаете, в этом участке предусмотрены достаточные нормы всех площадок? Или здесь есть та же самая площадка для выгула собак? Ну, конечно же, ее нет. А теперь давайте посмотрим еще раз на микрорайон Бывалова. Вот, пожалуйста. Жилой комплекс Рафинад. Он строится прямо за торговым центром Мармелад. Две огромные 16-этажки, которые строятся на куске земли всего лишь в 0,8 гектара. При этом на 340 квартир, размещенных в этом жилом комплексе, необходимо огромное количество детских и спортивных площадок. Как снижают, например, спортивную площадку в этом ЖК? А спортивную площадку, общедоступную, обязательную спортивную площадку, заменяют тем, что внутри этого дома будет якобы построен физкультурный зал. Ну, насколько я понимаю, этот физкультурный зал должен быть абсолютно бесплатным для всех жителей этого дома, потому что иначе просто невозможно его использовать. При этом, ну, давайте честно отметим, ведь огромное количество жилых комплексов строится по тем же самым принципам. Если мы посмотрим на ЖК Триветра, на ЖК Южная крепость, на ЖК, который строится рядом с Южной крепостью, ведь все эти дома утверждены без положенных площадок, со снижением норм спортивных, детских, норм озеленения. Вот, если заглянуть во двор ЖК Триветра, скажите мне, разве там можно увидеть хоть какие-то нормы озеленения? Или, как вы считаете, там могут быть соблюдены хоть какие-нибудь разрывы санитарные от спортивных площадок или от детских площадок или от парковок? Ну, конечно же, нет. Ничего этого в городе Вологде не соблюдается и соблюдаться не может. Поэтому мы сейчас просим Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства провести проверку в отношении органов государственной власти и муниципальной власти региона, потому что в Вологодской области мы считаем, не просто происходят массовые нарушения прав граждан, а у нас происходят тотальные нарушения в сфере градостроительства. Разрешения выдаются направо и налево. Разрешения на ввод в эксплуатацию выдаются легко и свободно. При этом никто не проверяет законодательство, никто не считает возможным соблюдать ни местные, ни региональные нормативы, ни тот же самый свод правил федеральный, который обязаны соблюдать все застройщики. И, кстати, очень важный момент. В проверке нуждаются, мы считаем, не только органы государственной и муниципальной власти, а в проверке нуждаются все конторы, которые у нас входят в так называемое СРО и проводят экспертизы, которые проводят у нас, соответственно, проектные работы. И все, кто, по сути дела, строит и утверждает вот эти документы. Потому что на самом деле нарушения носят массовый характер, и это все необходимо прекращать. А вам, дорогие граждане, для того, чтобы нам зафиксировать массовые нарушения прав граждан, достаточно прийти 15 декабря в 14 часов на площадь Чайковского на митинг против градостроительного произвола. Там все вместе с вами мы примем резолюцию, которую дополнительно отправим в Министерство строительства, чтобы они поняли, что массовые нарушения прав граждан есть, и люди действительно требуют их решения.